Добрый вечер, уважаемые жители района Некрасовка. Сегодня встречу главы управы с населением провожу я. Зовут меня Подустова Елена Викторовна. Я исполняю обязанности временно главного управа. Поэтому все вопросы можете адресовать мой адрес. Надеюсь, я вам там все исчерпывающие ответы. У вас у всех был порядок проведения нашей встречи, но предлагаю внести маленькую корректировочку и по первому вопросу заслушать доклад инспектора 1-го Управления по МЧС России Дарвин Тортова Олега Валентиновича противопожарной безопасности в районе. Здравствуйте, уважаемые жители. Здравствуйте, Илья Викторовна. Я, как всегда, буду кратко. Много рассказать о нас уже не буду. В принципе, район у нас благополучный. За прошедший месяц у нас каких-то значительных происшествий в районе не случалось. Был ряд загораний в мусорокамерах, в мусорах. Но в целом у нас все спокойно достаточно. Так, если по статистике за прошедший период у нас произошло 16 пожаров и 59 загораний, на пожаре погиб один человек, пострадало двое. Материальный ущерб составил 11 тысяч рублей. От себя хочу добавить, напомнить, что у нас зимний период наступил, холода. Поэтому сейчас все начинают пользоваться различными обогревателями электрическими. А это у нас в зимний период – это одна из основных причин пожаров. Потому что оставляют эти приборы без присмотра, накрывают одеялами. Во многих случаях используют какие-то самодельные приборы, дорабатывают сами приборы. В результате пожара страдают очень многие. Потому что помимо того, что у людей пожар в квартире, зальют еще и всех, кто будет внизу. Поэтому будьте осторожны с электроприборами. Не оставляйте их без внимания, без контроля. Уходя, ни в коем случае не оставляйте их дома включенными. И на работе тоже не оставляйте включенные приборы. А так, надеюсь, что у нас все будет хорошо, и к Новому году мы придем в достаточно спокойной атмосфере. Спасибо за внимание. А может, у вас был вопрос? Скажите, пожалуйста, в пятом доме лифты были залиты, как мне сказали, из-за пожарной системы, что ли, или что-то? Вот недавно. Я не знаю, что у вас могло быть залито, потому что в жилых домах у нас систем пожаротушения, тем более водяного, нет. В домах пожаротушения не монтируется, только автоматическая пожарная сигнализация и дымоудаление. Нет, может быть, вы не поняли, я неправильно выразился, просто были залиты все три лифта в первом подъезде. Не слышу, и каких-то значительных пожаров у нас не было, еще раз повторюсь. Так, произошла аварийная ситуация, лифты работоспособны, работоспособность лифтов установлены, но лифт в порядке? Нет, но причина какая-то была? Оторвала полугайку, каким образом? Это был брак строителей. Оборвало полугайку по резьбе. Полугайку вместе с резьбой на пожарном кране. Это ларинейная ситуация произошла. А почему? У нас сухие, там нет воды. Есть вода, они запитаны постоянно. Они с водой стоят. Значит, не прессовываются? Прессовываются, но, видимо, была микротрещина при нарезке резьбы. По второму вопросу доклад ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Некрасовка у Хаботина Елена Владимировна. Она нам представит доклад на тему о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Здравствуйте, уважаемые жители района Некрасовка. Хочу проинформировать вас о деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Некрасовка является координирующим органом учреждения системы профилактики безназорности и правонарушений среди несовершеннолетних. На территории района Некрасовка свою деятельность осуществляют 22 субъекта профилактики безназорности и правонарушений. Основными задачами деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, организация контроля за предоставлением несовершеннолетних условий содержания и воспитания, образования, охраны, здоровья, социального обеспечения и иных социальных условий, принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, от влечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные действия, употребления несовершеннолетними наркотических веществ, психотропных веществ, употребления спиртных напитков, дабачных изделий, занятия бродяжничством или попрошайничством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся преступлениями, либо административными правонарушениями. Участие в организации работы по выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, родителей, иных законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности. Осуществление мер по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения содержания несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в органы по учреждению системы профилактики. Рассмотрение материалов отношения несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, а также родителей, либо законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности, а также ведение учета данной категории лиц. За 10 месяцев 2016 года комиссии было проведено 4 координационных совещания с представителями и руководителями органов по учреждению системы профилактики. Также было проведено 9 проверок в органах и учреждениях системы профилактики. Специалисты комиссии совместно со специалистами субъектов профилактики приняли участие в 7 оперативно-профилактических мероприятиях подростков под различные кодовыми названиями. Численность несовершеннолетних, зарегистрированных на территории района Некрасовка, составляет 9874 несовершеннолетних, что на 2000 несовершеннолетних больше аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день мы наблюдаем значительный прирост детского населения. За 10 месяцев 2016 года было проведено 21 заседание комиссии. На заседании комиссии было рассмотрено 50 вопросов по воспитательно-профилактической работе, заслушано 14 отчетов должностных лиц, рассмотрено 14 дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних и также 26 иных вопросов. За 10 месяцев текущего года в отношении несовершеннолетних в адрес комиссии поступило 13 материалов дела об административных правонарушениях, что на 5 административных материалов меньше аналогичного периода прошлого года. Также поступило в адрес комиссии 10 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста несовершеннолетних привлечений к уголовной ответственности, что на 1 материал об отказе в возбуждении уголовного дела больше аналогичного периода прошлого года. В отношении родителей и иных законных представителей в адрес комиссии за истекший период поступило 32 материала об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, что на 14 материалов больше аналогичного периода прошлого года. За отчетный период времени на учет в комиссию по делам несовершеннолетних было поставлено 13 несовершеннолетних и 15 семей, находящихся в социально опасном положении. В связи с положительной динамикой проведения индивидуально-профилактической работы, с учетом комиссии было снято 27 несовершеннолетних и 13 семей, находящихся в социально опасном положении. С каждым несовершеннолетним и моей семьей, в отношении которых принято решение о проведении индивидуально-профилактической работы, по поручению комиссии по делам несовершеннолетних, соответствующий субъект профилактики разрабатывает межведомственный план индивидуально-профилактической работы, который утверждается на заседании комиссии. План индивидуально-профилактической работы направлен на оказание семьям необходимого вида помощи, а также предотвращение совершения несовершеннолетних противоправных деяний. Контроль за исполнением межведомственных планов осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 15 несовершеннолетних и 20 семей, находящихся в социально опасном положении. Уважаемые жители района Некрасовка, у меня к вам убедительная просьба быть бдительными к окружающим вас семьям, которые имеют малолетних или несовершеннолетних детей. Если вы видите, что ребенок ходит за следами побоев на теле, голодный, неопрятный, одежда ребенка не соответствует сезону или возрасту, просим вас обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, либо в уголномоченный орган опеки-попечительства по району Некрасовка, либо ОМВД по району Некрасовка. Доклад окончен. Если есть вопросы... Есть вопрос. Есть вопрос. Подскажите, пожалуйста. Какой возраст считается несовершеннолетним максимально? Малолетний возраст детей от 0 до 14 лет, далее от 14 до 18 лет это несовершеннолетний. Лесо, достигшее возраста до 18 лет, это уже несовершеннолетний. А подскажите, пожалуйста, срок находения на улице ограничен? Ну, в соответствии с законом города Москвы, несовершеннолетние могут без сопровождения родителей, в возрасте до 16 лет, до 11 часов отходиться на улице. Далее, принять меры к законным представителям мы имеем право только в определенных случаях, то есть с кодексом города Москвы об административных правонарушениях, если он находится на определенных объектах, запрещенных законодательствах. Ну, в любом случае, все выделенные несовершеннолетние доставляются в отдел полиции и далее проходит разбирательство. По каким причинам ребенок находится на улице и далее передается законным представителям. В случае отсутствия законного представителя, орган опеки принимает меры по устройству ребенка. И материал отправляется в адрес комиссии по делам несовершеннолетних. Просто, вы знаете, очень много случаев, я замечал, у нас, вот, любого жилища произвел ремонт дома, покрасили фасад, пришли и нарисовали в 12 часов, в час ночи. Ну, что это, когда будет, полиция проезжает, ну, забирайте выход. Они у них распространятся быстро по району, чтобы они не гуляли после 11 часов, как мы говорили. 16 лет, наверное, тоже меньше уже времени, или тоже до 11. Вот с этим вопросом я обращался даже к кодеке Юрьевне. Когда разрисовали висок, только сделали, и что делать? Ну, информация, откуда у вас такая, что у меня в 12 ночи они разрисованы? У меня видеооблюдение записано, записано все. Прошу поправить информацию в полицию, чтобы более... Просто есть предложение, есть 11 часов, пусть они забирают, разбираются с родителями. Так и делают сотрудники полиции. Ну, я что-то не видел, чтобы после 11, они гуляют сколько угодно. Ну, а в комиссию приходят материалы о доставлении совершеннолетних именно в ночное время, без сопровождения родителей. Спасибо, все. Больше вопросов не будет. Еще есть у кого-то вопросы? Нет, тогда спасибо. Давайте заслушаем второй доклад исполняющего обязанности руководителя ГБУ досугово-спортивного центра Некрасовка Соболевского Виктора Анатольевича. Он нам расскажет об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями населения в зимний период. Добрый вечер, уважаемые жители района Некрасовки. Добрый вечер, Ирина Анатольевна, Ирина Викторовна. В рамках государственного задания и плана развития учреждения по программе спорт и культура государственного бюджета учреждения спортивно-досуговый центр Некрасовка в зимний период времени я хотел бы рассказать, какие мероприятия у нас запланированы и будут проводиться. И следующим пунктом я расскажу о тех направлениях, секционной работе и работе с населением, которые уже организованы нашим учреждением и проводятся. Нами спланированы следующие мероприятия по программе спорт. Это районы соревнования по хоккею, они спланированы в декабре. Также районы соревнования по варм-рестлингу для инвалидов. Районы соревнования по лыжным гонкам в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады спорт для всех, для лиц старшего возраста. Районы соревнования по стрельбе в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады пенсионеров. Городские соревнования спортивных семей. Первый этап зимней забавы в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады семейных команд всей семьей за здоровье. Районные соревнования по плаванию, также в рамках межпружной спартакиады для пенсионеров, турнир по мини-футболу в рамках спартакиады для жителей нашего района, в основном детей в возрасте до 18 лет. Районные соревнования по плаванию в рамках межпружной спартакиады для населения старшего и пожилого возраста, районные соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады по месту жительства, районные соревнования по стрельбе в рамках московской комплексной межпружной спартакиады для пенсионеров, районные соревнования по флорболу, городские соревнования спортивных семей, зимние забавы, районные соревнования по лыжным гонкам, по шахматам, по Дарцу, также районные соревнования по стрельбе, посвященные Дню защитника действия, который будет проведаться в феврале. Также будут проведены соревнования весенней забавы, природичность, спорткаре, всей семьей за здоровье. И далее будут проведены мероприятия в разрезе программы культуры. Это следующее мероприятие. Будет организована и проведена новогодняя елка. Организована перед новогодней елкой ярмарка, где наши дворцы смогут выставить свои экспонаты, поделки и другие результаты своего творчества, на которые можно будет посмотреть и, собственно говоря, если нужно принять участие и присоединиться к коллективам, которые занимаются тем или иным видом творчества. Будут организованы следующие мероприятия. Это мероприятие, посвященное Рождеству Христову, День чудес, мероприятие, посвященное 73-й годовщине снятия блокад Ленинграда, конкурс сочинений в рамках акции «Чистый подъезд, чистый двор, чистый город», мероприятие, посвященное 28-й годовщине вывода войск из Афганистана, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества на страже Родины, концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и 8-го февраля, это будет совместное мероприятие. Также традиционный наш праздник «Маслица», который будет проведен в конце февраля-начале марта. Теперь разрешите перейти к консекционной деятельности, которая организована нашим учреждением и теми направлениями, которые уже ведутся. В одном из помещений у нас работает с сентября месяца детский развивающий центр, в котором оказываются следующие услуги. Это интеллектика, логопед занимается с детьми дошкольного возраста, группа колебельного пребывания и изо-студия. В декабре месяце будут организованы занятия по следующим направлениям. Это художественная студия, вокал, танцевальная студия, секция робототехники. Это для жителей населения до 18 лет и старше. И отдельное направление у нас, которое будет организовано также с декабря, куда мы ждем жителей нашего района. Всех возрастных категорий, без исключения. Будут организованы бесплатные занятия и встречи, на которых можно будет поиграть в различные настольные игры, такие как шахматы, шашки. Будет открыто спортивное секция по ударцу. Будут организованы также в связи с расширением штатного расписания занятия с психологом. У нас появится психолог, который подключится к работе с населением, с детьми, в помощь комиссии по делам совершеннолетних, естественно. Ну и также у нас в ежедневном режиме будет открыт доступ для лиц пожилого возраста и для всех тех, кто беспокоится за судьбу и развитие нашего района, где вы сможете также задавать вопросы, обсуждать, потому что мы там будем собирать и советников общественных нашего района. Ну и, собственно говоря, это время будет у нас определено, это первая половина дня, начиная с 10 часов до 2 часов, расписание будет чуть-чуть позже. Но с декабря мы свою работу начнем, потому что помещение нам только передано, и мы сейчас занимаемся его, скажем так, регулировкой. То есть мы его обставляем, столы, ну и все необходимое, чтобы вы могли себя чувствовать комфортно, когда будете приходить к нам. У меня все, доклад окончен. Спасибо, если есть вопросы. Есть один вопрос, Евгений Анатольевич. Подскажите, пожалуйста, как с этой площадкой ледовой, насчет помещений? Потому что мне уже задают тоже этот вопрос, а когда привезете? Когда привезете к ужину переодеваться на улице? Значит, да, я понял, вы этот вопрос задавали уже. По поводу этого помещения. Сейчас этот вопрос, когда вы его задали еще на встрече с советниками, да, если не ошибаюсь, общественными, да. Сейчас этот вопрос на стадии согласования с собственником данного катка, потому что собственником является автомобильной дороги, и у них есть, ну, к сожалению, либо к счастью, подрядчик, который занимается обслуживанием данного катка. Соответственно, работы с ним заключены на определенную сумму и на определенный перечень работ, которые он может или не может. Соответственно, пока мы написали им письмо и ждем ответа какого-то, ну, скажем так, в рабочих сроках, что они могут сделать в результате сложившейся ситуации и вашего обращения, и дальше, то есть, как только мы получим от них ответ, соответственно, будем уже, ну, понимать и принимать какие-то действия, решения здесь. То есть, как и что мы можем сделать, ну, своими силами. Пока, то есть, это вот то помещение, которое есть, там, человек на 10, где воздаются в прокат, как коньки, собственно говоря, то есть, вот пока только это помещение у нас работает и, ну, и будет работать, да, 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 да. К сожалению, пока ничего больше, то есть, есть регламент. Не можем, к сожалению, он нам не принадлежит, извините, что я так быстро. Еще есть вопросы по теме доклада? Спасибо, Павел. Так, и теперь у нас на повестке дня ответы на вопросы жителей. Ну, если нет по теме нашей сегодня встречи, тогда я перехожу к письменным вопросам. Первый задает вопрос Беликова Виктория Алексеевна, житель района Некрасовка по улице Лепчанского. Пишет, жители дома по улице Лепчанского 9 очень просят сделать освещение детской площадки, которая имеет продолжительность от Лепчанского дом 3 до Лепчанского дом 9. Отвечаю, значит, что в Москве освещением у нас занимается департамент топливно-энергетического хозяйства. Он работает по заявкам префектуры, которые также мы готовим. Поэтому мы посмотрим этот адрес и дадим его в план следующего года. При выделении финансирования и, соответственно, согласования все будет сделано. Включить светофоры на пересечении улицы Лепчанского и недорога. Каждую неделю происходит авария. Да, это у нас наболевший вопрос. Мы над этим вопросом работаем. И я думаю, все завершится положительно. Светофор будет работать. Мы сообщим об этом дополнительно письменно. Следующий вопрос задает Лукина Надежда Алексеевна. В районе два круглосуточных магазина и ни одной круглосуточной аптеки. Тут что прокомментировать как бы. Так оно есть. Да, район наш развивающийся, новый. Здесь вот присутствует заместитель по торговле. Я думаю, что все это держит на контроле. Прорабатываются эти вопросы по привлечению новых, так сказать, открытию новых магазинов. У нас много свободных помещений в районе. Второй вопрос вы можете сами произнести? Я как бы, если вы присутствуете. Я не могу разобрать, что вы пишете. То, что там парк обещали, дома, где встретите, рейтинг. Где? Ну, улица, улица. Вторая войска. Ну, ранее говорилось на собрании, что там как бы будет парк посадят деревья. Конечно, там гуляет одну собачьи, но тем не менее парк этого деревья. Еще раз, еще раз. Еще раз. Вторая войска. Вторая войска. Вторая войска. Ну, полноценного парка там не планировалось, поэтому мы так удивлены. Деревья обещают посадить. Вот мне сейчас здесь заместители подскажут, что там участок под застройку, поэтому там бессмысленно сажать какие-либо деревья, разбивать какие-то парки. И поэтому в плане нашего района парк там точно не предусматривается. Там будет торговый центр намечен. Сроки пока не определены строительства. И третий у вас вопрос, скажите еще, произнесите его, я не разбираю почерк ваш. Ну, вы задайте его устно. Хорошо, Юрий Васильевич, возьмите адрес тогда на контроль, проверьте завтра. Первая войска, пятерочка. Двери магазина круглосуточные. Если они... Если... Магазин пятерочка, разбиты двери. Если двери входные разбиты, пожалуйста, с администрацией. Вы услышали? Нет. Аптекам по законодательству нашему запрещена работа после 23 часов. А почему? А вы в домах? Нет, на первый вопрос. На первый вопрос вам ответ. Вы пишите в районе круглосуточного магазина и ни одной круглосуточной аптеки. Вот в жилые... Я просил про пятерку. Вопрос разбитого стекла. Завтра посмотрим и решим. Больше письменных вопросов нет, давайте устно. И аптеки нам не нужны, получается, круглосуточные. В жилых домах после 23 часов нельзя по законодательству работать. Но только в отдельно стоящих зданий. А как же в моем доме круглосуточного магазина, потому что смотрите... В каком доме? Бесплатно причем. В каком доме? Причем в фильм ужасов. В каком доме? В пятом доме. Хорошо, сейчас проедем в УВД. Звоните в милицию и все. Ну, звоню, и когда вижу в ужасе, то вызываем в полицию. Какой-то неоднократно. Хорошо, давайте еще вопросы. Кому что интересует истекущих? Пожалуйста. Мне интересуют вопросы уборки территории. Особенно школа 20-53. Прилегающие территории? Прилегающие территории, да. Вот здесь присутствует руководитель ГБУ, жилищник Трубежева Надежда Юрьевна. Пожалуйста, возьмите на контроль этот адрес и завтра устраните. И по поводу тоже детские площадки. Тоже вот у нас на участке, вот эта большая детская площадка, где мы контактируем. Хорошо, ваши замечания все принимаются, записаны, будут устранены. Еще есть вопросы? Нет вопросов? Значит, все хорошо так. Тогда спасибо всем, что пришли. До свидания.